Музыка 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 Потому что это аттракцион. Фильм это тоже аттракцион, но первые три пиратов, первые три серии, они как-то делали вид, что там некая история рассказывается. Что это все же некая нарративная, сюжетная... Да, что есть некие вот герои, какие-то вот оппозиции одни против других, эти представляют добро, это зло, и вот кто-то побеждает в конце. Сейчас они вообще на это забили, и давно пора было. То есть это чистый аттракцион. Аттракцион должен быть таким, чтобы он зрителя захватывал так, чтобы зрители не успели появиться мысли в голове, а зачем я сижу в этом зале, а зачем я 300 рублей заплатил, или там 500. Зачем мне эти очки так давят сильно на голову на миски, да. И вот должен быть бесперебойный аттракцион. И 3D в этом смысле помогает им заработать деньги. В некоторых случаях 3D может помочь не заработать деньги, а сделать что-то более серьезное, например, как с замечательным фильмом Пина про Пину Бауша Вима Вендерса. Конечно, можно говорить о том, что это интеллектуальное кино в 3D, но там интеллектуального ноль. Нет, это тоже абсолютно аттракционно. Можно детям показывать, конечно, это аттракционно, но это аттракционно, скажем, связанный с театром. Театр, показанный на экране, каким ни были у нас прекрасный советский телеспектакль, это всегда немножко убого, потому что это экран, а не сцена. Сцена, она 3D тоже, она трехмерная. И вот Вендерс устроил 3D сцену. Вот взяли, да, камеры 3D и технологию 3D, и получилось, что театр, танцевальный театр, который труднее всего передать на экране, можно его перенести в кино. А в случае с Пиной Бауш это особенно важно, потому что она умерла, и потому что ее спектакли, они неминуемо будут разваливаться и исчезать. Без нее, да. Международная хеология. Между тем, это один из главных хореографов Дружбского века. Конечно, а вот теперь раз, и они существуют. Они навсегда запечатлены довольно точно, довольно близко. И мы можем изучать Пину Бауш гораздо лучше, чем мы можем изучать, ну, не знаю, там, Дягилева, Нежинского. Кого-то из тех времен, когда это можно было только снять на пленку, может быть, черно-белую, и мы не можем получить представление о том, в чем была магия, почему это было хорошо. Как тебе кажется, у этого фильма были бы шансы в российском прокате, в котором, очевидно, не выйдет никогда? Какой, Пина? Да, у Пина, я вам глянусь. Он выйдет в прокат. Ах, он все-таки выйдет. Он будет на московском фестивале, потом выйдет в прокат, конечно, в ограниченной. Шансы на что? На то, что все пойдут это смотреть? Нет. Ну, на то, что как-то это да. Я думаю, что и в Германии не все пойдут это смотреть. Ну, мы с тобой знаем, в чем разница между кино, которое сделается, чтобы денег заработать, чтобы собрать много зрителей, и то, которое делается ради искусства. Не тем, что одно собирает, как думают иногда люди, что одно собирает много денег, а другое мало денег. Это ерунда. Второе иногда собирает гораздо больше денег и зрителей. То, что одно вширь собирает, а другое вглубь. Которое вширь, оно собирает вот в течение двух недель очень-очень много денег, огромный мешок. Потом исчезает навсегда. А то, которое вглубь, оно вглубь времени, да, в будущее направлено. И фильм «Пина», к чему я клоню, его будут смотреть и изучать по нему современный нам, и в тот момент уже не современный, а давний театр, через 100 лет, через 200 лет. И этот фильм будут показывать, и в России в том числе. Долго, долго, долго. Если даже сейчас прокат будет длиться две недели, это ничего не значит. Это фильм на долгие времена. И 3D, я думаю, вполне может быть таким продуктом, который не принадлежит только к моменту сейчас, а будет и завтра, и послезавтра для чего-то полезен. Для чего другой вопрос. Ну, на самом деле, понятно, что и в Европе, и в Голливуде уже там 3D применяется и как метод какой-то художественной выразительности, и как аттракцион, и как то, и все, и пятый, и десятый. И 3D это уже не то, что монолитная такая штука, а просто инструмент, который можно по-разному использовать. Наши отечественные опыты в 3D это пока что такие вот робкие какие-то шаги по стеклу, как правило, с таким своеобразным странным результатом. Давайте посмотрим, какие проекты мы увидели в прошедшем году российские в 3D, что нас ждет дальше, и обсудим это. Полтора года назад оглушительные сборы «Аватара» заставили продюсеров пересмотреть взгляды на мир. Им захотелось видеть его более объемным. Голливудские студии двинули на зрителей колонну 3D-махин. От нарочитой примитивной «Битвы титанов», где эффект глубины смотрелся так же осмысленно, как в японском календарике, до «Каролины» гениального мультипликатора Генри Селика, где 3D работало как художественный прием. Параллельный мир был объемнее и искаженнее обычного. Российские продюсеры решили не отставать от забодных коллег. Первым стал «Темный мир». Фильм был на стадии постпродакшена, когда представители компании «Централ Партнерши» попросили режиссера сделать его объемней. Пришлось добавить 20 минут довольно спорного 3D. Такие вещи лучше планировать до съемок. Коллектив бывших сотрудников Comedy Club поступил мудрее. Самый лучший фильм 3D снимали на небольшую камеру с уникальным разработанным в России 3D-объективом Ziphar, прямо на съемках, дающим объемную картинку. В Голливуде такое кино делают с помощью двух синхронизированных камер. Одна снимает за правый глаз, другая — за левой. Выглядит эта конструкция довольно громоздко. 3D-объектив можно надеть на небольшую камеру, что добавляет ей мобильности. Именно так собирается снимать свой трехмерный эпос «Сталинград» Федор Бондарчук. Премьера картины в следующем году. В 2012-м выйдет на экраны и третий бой с тенью. Выгодное отличие от предыдущих двух — герой будет боксировать в зал. Согласны ли зрители заплатить больше за возможность получить понусу, покажет время. Музыка Антон, ну вот история с «Темным миром в 3D», да, фильмом и производства, и выпускала, который компания ЦПШ, который вот в последний момент действительно, видимо, в 3D превратили. Мне не очень понятно. Я посмотрела на сборы, оказалось, что все-таки 3D-версия собрала несколько больше, вот. Но, тем не менее, было впечатление, я слышала очень многое из того, что там называется «Сарафанное радио», что зрители пришли на 3D и несколько разочаровались, что это никакое не 3D. Вот. Именно, как бы, именно поэтому, видимо, порочной представляется практика доделывать 3D уже там на постпродакшене, а не снимать в нем. С другой стороны, вот, например, фильм «Пастри», который только что выпустила Sony, не наше кино, конечно, а американское, его уже целиком в постпродакшене сделало 3D, а оно в России прошло великолепно. Как тебе кажется, в чем тут? Да, тут вообще 3D ни при чем. Русский зритель, он просто осчертил ему смотреть русские фильмы, особенно блокбастеры. 3D, в 4D, в 6D. Особенно, когда много обещают, а 3D — это большое обещание. Да, дело не в 3D. Любой русский, так называемый, блокбастер — это обещание. Да, смотришь на афишу, она так нарисована и так сделана реклама, что и обещает. Это будет «Титаник» только наш. Это будут «Трансформули» только русские. Это будет наш «Властелин колец». Идешь, смотришь, никакой не... Ну да, «Властелин колец», но наш, вот именно. И тут нечего к этому добавить. Это такое... Ну, как люди, которые шли в «Русское бестро», надеют встретить, знаешь, это наш «Макдональдс», они надеют, что там будет тоже «Макдональдс». Там, раз, и не «Макдональдс», оно же русское. Ну, поэтому тут никакие «Д» не могут ничего вообще изменить в этой ситуации, а только когда у нас начнут, наконец, снимать нормальное кино. А это будет в ту секунду, когда наши продюсеры, наш кинематограф просто осознает, что для того, чтобы заработать хорошие деньги в прокате, нужно вложить деньги, не разбазарить деньги, и еще и обладать талантом. А сейчас до сих пор все думают, что для этого нужна массированная реклама. Чтобы собрать еще больше денег, нужна еще более массированная реклама. А чтобы еще больше, еще более массированная реклама. Вот когда эта иллюзия странная... Наконец, спадет, да, с традиционной голоса. Да, как-то исчезет, тогда можно будет снимать в 3D, а самое главное, что можно будет снимать без 3D, и будет все равно хорошо. А вот еще интересный, собственно, опыт мы говорили с тобой о фильме «Пина» Вима Вендерса, где 3D использовано абсолютно как не только художественный прием, но как действительно очень оправданный прием для того, чтобы увековечить реальные театральные постановки в объеме в полном. Что касается нашего, наверное, единственного арт-опыта отечественного с 3D, это, конечно, Алексей Попогребский. Давайте посмотрим кадры из его фильма. Из «Альманаха» «Five Experiment» называется фильм «Blood Drop», да, «Капля крови». Там играет Григорий Добрегин, и фильм совершенно такой кусочек авторского и кинематографа, как принято говорить, медитативный, но тем не менее фрагмент, вот я смотрела этот фильм в 3D-очках на премьере, фрагмент, когда Григорий Добрегин, вот, пожалуйста, тянет руку в зал, довольно-таки сильно впечатляет. Как тебе кажется, вот Леша, я помню, что он очень много рассказывал после того, как приехал из Берлина с наградами, стал таким вот очень нашим титулованным режиссером, что он теперь намерен, значит, он известен как один из режиссеров нашей новой такой вот арт-волны, который пытается очень идти в сторону зрительского кинематографа, он такого интеллигентного сказал, что теперь он будет снимать фильм в 3D, и действительно сейчас снимает такой вот авторский фильм в 3D. Как тебе кажется, вот на примере этой новеллы видно, что у него как-то получится это как художественный метод использовать? Тут есть два аспекта, они почти не связаны. Первый аспект — умеет ли человек вообще работать с вот этим инструментом, под названием 3D? Безусловно, он мне это показал в этой своей короткой, но довольно виртуозной штуке. Другой вопрос. Может ли он придумать и рассказать такую историю, для которой этот инструмент был бы необходим? Потому что придумать такую историю, где вот на 3 минуты, на 5 минут это будет необходимо, это же видеоклипы или рекламный ролик, это можно. А почему аватар так всем снес крышу? По-моему, этого не поняли даже те люди, которые пошли по его следам и пытаются повторить его успех. Это же очень просто. Потому что это был фильм о том, как человек, как мы, зрители, прикованы к своим креслам, он был прикован к инвалидной коляске, он не мог ходить, он попал в тот мир, где он может даже летать, где он обрел иное измерение. И это иное измерение было подарено всем, кто сел в зале. Кто мог вместе с ним летать. Человек же мечтает летать. И кино, оно все хорошее, кино сказочное, оно все об этом, о полетах обязательно. И надо понимать, что история должна быть о том, чтобы в нем 3D, чтобы формы содержания не были отдельно, чтобы они были слитны. И тогда 3D будет необходимо. Я просто не знаю, способен ли русский режиссер, не говорю конкретно про Лешу Попогребского, любой написать ту историю, для которой это будет необходимо. Пока что этого не случилось, это, видимо, вопрос будущего. Учитывая, что это довольно все-таки дорогостоящая история, все эти 3D-съемки, оборудование, техника и так далее, вот есть у нас совершенно противоположный пример, которым мы, собственно, будем заканчивать программу. Это, опять-таки, волна съемок на хорошие, дорогие, но, тем не менее, значительно более дешевые, чем камеры, фотоаппараты, которые начали массированно выпускаться в последние пару лет. Давайте посмотрим, какие фильмы за последнее время были сняты на фотоаппарат, и потом коротко обсудим, какие у всего этого перспективы. Обычно кино снимают на Canon Mark II. Дебют Александра Лунгина и Сергея Осипьяна «Явление природы» доказал, что это эффективно. История о жизни в отдаленной северной деревушке в прошлом году получила приз «Кинотавра», что самое интересное именно за операторскую работу Романа Васьянова. Ярославский режиссер Евгений Серов тоже не пожалел, что снял свой фильм «Гидравлика» на фотоаппарат. Картина была в конкурсе фестиваля в Выборге. В камерной драме, действия которой разворачиваются в «Четырех стенах» сыграли известные актеры Андрей Мерзликин и Юрий Ваксман. По признанию режиссера, только на фотокамеру и надо было снимать, так как с помощью нее в закрытом пространстве поддерживался драматизм. В эти дни Борис Хлебников с помощью того же Mark II работает над фильмом «Пока ночь не разлучит» про диалоги в кафе Пушкин. Оператором у него «Виртуоз» фото-киносъемки Павел Костомаров. Лауреат Берлинале за картину «Как я провел этим летом». С фотокамерой он делает удивительные вещи. Скажем, отвинчивает объектив и снимает, держа его в руке. Получается крайне футуристическая картинка. Так что фотосъемки есть будущее и в плане спецэффектов. Однако съемки на фотоаппарат остаются прерогативой авторского кино. Блокбастеры предпочитают снимать по старинке. Как тебе кажется, почему действительно никто не использует в этих крупнобюджетных наших постановках, которых теперь так много начинают снимать на деньги этого самого госфонда, никто почему-то их не снимает на фотоаппарат? Ну, потому что это рискованно. Это же новый инструмент, надо уметь им владеть. Есть один человек на земле, его имя Ларс фон Триер, всем известно, который может запрограммировать компьютер, чтобы тот снимал вместо оператора, который может просто придумать что-то такое, который ничего не боится. Любой режиссер, даже часто талантливый, всего боится. Ну, представь себе, вот ты привыкла печатать на компьютере. Тебе скажут, а почему бы тебе не печатать на шмампьютере? Это тоже как хорошая штука такая. Только что изобрели классное, так и говорят, неплохо получается. Вот ваших стомаров отлично на шмампьютере печатают. Ну да, но человек должен быть талантливым, он должен быть рисковым, и он должен быть уверен, что не придут дяди-продюсеры и скажут, не, мужик, слушай, давай-ка все это в корзину, сейчас с ума сошел, что ли. Фигня получается. Давай-ка прийти. Он будет абсолютно свободен располагать деньгами, не своими, а чужими, и экспериментировать. Ну, когда появятся такие авантюристы-продюсеры, тогда появятся подобные проекты, хотя я был бы против того, чтобы все снимали на фотоаппарат, раз это возможно. Мало ли на что возможно снимать. Ну вот Ренат Литвиновый сейчас, например, свой новый фильм снимает на фотоаппарат, и продюсер Елена Яцура пошла на этот риск, впрочем, она довольно часто ходила на риски ради Рената Литвиновой и других замечательных артистов, режиссеров, вот, и, в общем, никогда, по крайней мере, в творческом плане, более-менее не прогадывалась. Ну вот Пахчхан Вук сделал очень интересный фильм на айфоновый полностью снял, правда он не полнометражный, но талантливый, яркий, смешной. Хороший фильм. Отлично, то есть следующий наш айфон, я надеюсь, что молодые кинематографисты или там, например, абитуриенты театральных вузов, поступающие, например, на режиссерские отделения, не театральных, а там кинематографических, воспользуются этим вот предложением и попробуют действительно для начала снимать на айфон, там посмотрим. Многие снимают, насколько я знаю. У нас в гостях был кинокритик Антон Долин, с которым можно с огромным главным поговорить обо всем, что я и сделала. А вот.